Часто приходится слышать, такое действие является неверием, или такое-то убеждение является неверием и так далее. Какова сущность неверия, шейх, и какова его опасность? Во-первых, неверие является противоположностью ислама. Ислам, в свою очередь, имеет столпы имана и столпы ислама. Это то, на чем стоит религия. Тот, кто их не признает, тот не уверовал. Основы веры шесть. Вера в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников, в последний день и в предопределение с его добром и злом. Это основы веры. Столпы ислама — это свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — его посланник. Это первый столб. Далее идет ежедневная пятикратная молитва. Ты обязан выстаивать пятикратную молитву, выплачивать обязательную милостынюю закят, поститься в Рамадан и совершить паломничество, хадж, к заповедному Дому Аллаха. Столпы ислама и основы имана — это основные признаки этой религии. Их противоположность — это то, что противоречит ислам. Если мы возьмем термин неверие, куфр, то неверие — это разрушение какой-либо основы имана или же отрицание какого-то столпа ислама. Это по единогласному мнению мусульман. К примеру, вера в Аллаха. Тот, кто предает ему с товарища и поклоняется кому-то другому, такой человек является неверующим. Почему? Потому что он разрушил первую основу. Тот, кто отрицает ангелов, является неверующим. Тот, кто отрицает священные писания, которые Аллах не спасал своим посланникам, тот является неверующим. Тот, кто отрицает посланников или даже некоторых из них, является неверующим. Тот, кто отрицает последний день, воскрешение после смерти или что люди будут собраны, а также расчеты воздаяния, рай или ад, тот является неверующим. Тот, кто отрицает предопределение и говорит действия человека на 100% произвольны, и Аллах не предопределил судьбы, такой человек также является неверующим. Теперь рассмотрим также столпы ислама. Тот, кто не свидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и не произносит этого, тот не мусульманин, он неверующий. Поэтому если кто-то скажет, например, какой-то иудей или христианин, или язычник, я верующий в своем сердце, то мы говорим, это недействительно, пока ты не произнесешь свидетельство. Поэтому принятие ислама должно сопровождаться свидетельством, где ты говоришь «Свидетельствуй, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», и что Мухаммад его посланник. Тот, кто этого не делает, является неверующим. Затем человек обязан признавать молитву. Тот, кто отрицает ее, является неверным. Также он обязан признавать закат. Тот, кто его отрицает, является неверующим. К этому относятся все остальные столпы и то, что известно из религии по необходимости. Поэтому пришло множество доказательств относительно темы неверия. Тема неверия очень объемная. Если мы соберем все эти доказательства из Корана и Сумы вместе, то придем к выводу, что куфр бывает двух видов – большой куфр и малый. Большое неверие выводит из религии, и это то, что я упомянул вам чуть ранее. Малое же неверие входит в разряд грехов и ослушаний. Оно не выводит из религии, однако уменьшает веру. Например, неблагодарность супруги, когда женщина плохо ведет себя со своим мужем – это пример. Или же нападки на людей, или большие грехи, которые не выводят из религии. Их ученые считают малым неверием. Как приходит в словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «Две вещи в моей уме являются неверием – ругание и опорочивание родословной и чрезмерное оплакивание покойного». Они сказали, что это относится к малому неверию. Если это ясно, то из этого становится понятным, что ислам и его соблюдение требуют определенных основ и столпов, и что разрушение этих основ и столпов приводит к большому неверию. Это если говорить в общем. Субтитры создавал DimaTorzok